Я вам могу спеть песенку, извините, что я впустился уже в эстраду. Про моль хотите? Вы знаете эту песенку? Даже вы не знаете. Я без аккомпанемента, ладно, Юлика? Она не имеет отношения к этой аналогии с молью и с нафталином. Но вообще-то это имеет место быть. А песенка такая, она полуприблотненная. Она была, по-моему, до войны написана. Аккурат перед началом войны. А на заводе шла получка, а в распивочной полно. Там и водка льется речкой, ром, шампанское вино. Там товарищ мой гуляет и наводит карманбой. То есть тратит зарплату. А на утро вспоминает, что по получку съела. Моль, эх, а моль, ядовитая букашка. Эх, а моль, это малая канашка. Эх, а моль, это маленький зверек. Куда не сядет всюду, тянет всюду. Да, вот. А наши дамы по три часу. А перед зеркалом сидят. Пудры, краски не жалеют. А молодыми стать хотят. А поначалу всех старанья. Понапрасну все старанья. Красить поперек и вдоль. Пудры, краски не помогут. Вас, мадамы, съела. Эх, а моль, ядовитая букашка. Эх, а моль, это малая канашка. Эх, а моль, это маленький зверек. Куда не сядет всюду. Тянет всюду, вот. Ну, больше не буду.